Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Для того, чтобы обезопасить свои колени, выпрямляем спину, руки перед собой, делаем вдох и нам нужно просто подняться вверх, коснуться стула. При этом корпус должен оставаться все время наклоненным вперед. Очень хорошо ускоряется кровоток. Не очень сложное упражнение, правда? Но если у вас был перерыв, поначалу это будет хорошая адекватная нагрузка. Начните с нее. 15-20 повторений для вас. Это в самый раз. И сделайте это в трех подходах. Двигаемся дальше. Это отжимания. Отжиматься также будем от стула. Ладони под ягодицами. Мы будем отжиматься. Локти при этом двигаются назад. Колени присогнуты. Делаем вдох. Опускаемся вниз. На выдохе поднимаемся вверх. Очень важный момент. Не нужно отдалять спину далеко вперед. Во-первых, стул может уехать. Во-вторых, нагрузка будет не совсем та, которую хотелось бы получить. Спина должна двигаться вдоль сиденья. Вот так. Это самое тяжелое упражнение из нашего комплекса. Поэтому сделайте его в максимальном количестве раз, которое только сможете сделать. И так в трех подходах. И мы двигаемся дальше. Следующее упражнение для плеч с помощью гантелек. С учетом того, что мы говорим о кормящих мамах, какой вес гантелей будет подходящим, Игорь? Вообще, я рекомендовал бы начать с полутора, с двух килограмм. Ну, мы не кормящие мамы, поэтому у нас два с половиной. Мы осилим это. Мы поднимаем руки вперед, отводим их в стороны, возвращаем вперед и опускаем вниз. Упражнение выполняется на четыре счета. Два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох. Это движение нужно делать 10-15 раз. И точно так же в трех подходах. Вот такой простой комплекс. И не забывайте главное правило. После родов нагрузку мы усложняем постепенно. Следующий вопрос, Игорь, от Галины из Чернигово. Игорь, подскажите, пожалуйста, я в замешательстве. Три недели назад я начала делать физические упражнения. Но у меня очень похудели лицо и шея. Лицо выглядит изможденным. Знакомые уже спрашивают, не заболела ли я. Я перестала заниматься, но лишний вес на бедрах и ягодицах остался. Замкнутый круг, что же мне делать? Галина, наверное, допускает ту ошибку, которую очень часто допускают мои подопечные. Она бросается в бой очень сразу и очень резко. Видимо, резко ограничивает потребление пищи. И при этом старается очень много двигаться и очень много тренироваться. И измождает себя тренировками. Это тоже неправильный подход. Действительно, наш организм чаще всего худеет сверху вниз. Поэтому поначалу уходит лицо и только в последнюю очередь жир в области бедер и живота. Поэтому я бы все-таки рекомендовал пересмотреть свой рацион и тренироваться, если вы начинающая. Три-пять раз в неделю и не больше часа. И тогда изможденного вида у вас не будет. Будет только счастливое лицо. Я всегда вспоминаю те слова, которые и ты, и Анита говоришь во время тренировок. 80% похудения и успеха в этом процессе зависит от правильного питания. И 20% от тренировок. И здесь этот баланс тоже действует. Абсолютно верно. Ну, я больше люблю соотношение 70-30. Вопрос от Ольги из Николаева. Здравствуйте, Игорь. После родов я набрала лишние 20 килограммов. Пока кормила грудью, вес держался на одном уровне. Сейчас собираюсь прекратить кормление. Но тут возникает проблема относительно тренировок. На поверхности всей голени проступила вена в форме паутины. При небольших нагрузках появляется сильная боль в ноге. Подскажите, какой комплекс упражнений выбрать, если после пяти приседаний на ногу встать невозможно? Во-первых, нужно исключить ударные нагрузки до того момента, пока вы не решите проблему с этим начальным варикозом. Но это не означает, что нужно прекращать тренироваться. Вы можете использовать неударные виды нагрузки. Это может быть акваэробика, которая очень хорошо помогает людям как с варикозным расширением вес, так и с избыточным весом. Кроме того, если есть возможность заниматься в фитнес-клубе, то есть такие тренажеры, как арбитрек и велотренажер, где нагрузки на суставы практически нет. А также я хочу показать пару упражнений, которые воздействуют на область талии. Мы ложимся на коврик. Приподнимаем плечи вперед, возьмись за бедра. Ваши лопатки должны немного отрываться от пола. Убираем руки так, чтобы они были параллельны и направлены вдоль корпуса. И на выдохе мы стараемся дотянуться до голени и коснуться ее в одну и в другую сторону. Главная ошибка в этом упражнении, когда мы начинаем поворачиваться и тянуться к голени, корпус опускается вниз. И в этом случае вы не чувствуете пресс. Если вы максимально сделаете прямое скручивание до момента, когда вас начнет трясти, такой тремор появится, и только из этого положения будете делать повороты корпуса, вот тогда вы точно почувствуете, как работают ваши косые мышцы живота, которые как раз-таки и формируют талию. Мы делаем по 20 касаний в каждую сторону, отдыхаем и повторяем еще два раза. В итоге у нас получается три подхода. Затем разворачиваемся лицом вниз. Когда мы тренируем пресс, нельзя оставлять без внимания поясницу, потому что поясница, как и пресс, участвует и формирует нашу осанку. Приподнимаемся вверх, вытягиваем руки, и на выдохе нужно развернуться в сторону и потянуться к коленке. Оп, в одну и в другую сторону. За счет статического удержания корпуса у нас работает поясница, а за счет поворотов у нас включаются широчайшие мышцы спины. Таким образом мы практически прорабатываем всю спину. Думаю, многие из кормящих мам и из беременных мам наблюдали, что возникают проблемы в области поясницы. Эти два упражнения помогают с этим справиться. А если вы еще добавите кардионагрузку, то это прекрасный способ для того, чтобы сбросить лишний вес. Так как мы находимся в горизонтальном положении, нагрузки на ноги практически нет. Кроме того, я показывал множество комплексов, которые вы также можете выполнять для ног, кроме приседаний, и точно так же задействовать тело, не используя такие упражнения, как приседания и выпады. Да, это мощные, хорошие упражнения, но если сейчас они вам противопоказаны, можно найти способ для того, чтобы потренировать все тело и при этом не воздействовать на проблемные места. Вопрос от Инессы из Черкасс, которая интересуется. Моя проблема – это полные ноги и руки в верхней части. При этом сама я не полная, хотя я имею пару лишних килограммов. Просьба, подскажите упражнение или кардиопрограмму рекомендации для похудения именно этих частей тела. Порой бывает такое, что у человека есть какие-то проблемные зоны, которым хочется уделить больше внимания. Но когда ты просто сбрасываешь вес, и у тебя есть явные проблемы с весом, то здесь нужно комплексно воздействовать на весь организм, и это моя рекомендация. Так. Я хочу предложить два наиболее эффективных упражнения. Первое упражнение – это приседания с выпрыгиванием. Ставим стопы на ширине плеч, опускаемся вниз, заводим руки назад, прогибаемся в спине, выпрыгиваем вверх и сразу же приземляемся вниз. И самая главная ошибка – посмотрите, как не нужно делать. Приземляясь, не нужно опускаться на прямые ноги, а потом только сгибать ноги в колени. Приземляясь, мы сразу же сгибаем ноги и опускаемся вниз. Это упражнение направлено на бедра, а за счет хороших выпрыгиваний оно дает мощный кардиоэффект. И следующее упражнение с гантелями. То есть для рук. Сгибаем руки и поднимаем их вверх. Вот таким образом. Самый ключевой момент этого упражнения – нужно исключить инерцию. Не делать вот так. Это когда вы хотите посочковать, то вы выполняете такие махи. Каждое движение должно быть с концентрацией. Сгибаем руки – пауза. Выпрямляем вверх – пауза. Опускаем вниз и медленно опускаем вниз. Потому что когда вы удерживаете гантели в момент опускания, тут также работают мышцы. Делаем это движение 25 раз. Вес гантелек постепенно можно увеличивать. Вот такой комплекс для Инессы из Черкасс. Который поможет похудеть в области рук. И станет началом для комплекса упражнений, потому что если есть проблема в одной части тела, все равно нужно тренировать весь организм. Абсолютно верно. И самое главное – не забывайте про правильное питание и общие тренировки. Побольше гуляйте, тем более сейчас уже на дворе весна. Спасибо, Игорь. Вы еще не задали вопрос нашим экспертам? Обязательно заходите на форум нашей программы и сделайте это. Наши эксперты обязательно ответят на именно ваш вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова